Ну что, начинаем, КВМ. Давай, Ильдей. В отличие от всех предыдущих мероприятий в нашей площадке, у меня совсем не лекция и даже не семинар. У нас какой-то не круглый стол. Проходитель будет в следующем образом. Я очень плотко обозначил эту проблему, которую я люблю, и вы его наполняете. Согласить на его поисковой площадке или не соглашаюсь с выполнениями, а потом мы начинаем эти проблемы обсуждать. Времени у нас почти час доставали. Да, до 11. Собственно, идея следующая. Что было раньше, яйцо или курица? То есть, с одной стороны, практически во время существования человечества фантастика и государство существовали как-то отдельно. Но в определенный момент фантастика стала влиять на политику государства, хотя бы тем, что те, кто вставали в Украине или были близко, они читали фантастику. Или их избиратели читали фантастику. С другой стороны, происходил обратный процесс. Государства в некоторые времена решали, что в Украине лучше это держать под контролем. То мало ли кто еще напишет. И, соответственно, диапазон от запрета и четвертования авторов до социального заказа. Типа, если ты напишешь на какую-то тему в таком-то, в таком-то ключе, будет тебе счастье, материальное, статусное и так далее. Соответственно, интересно посмотреть, когда это было и как-то обстоит сейчас. Дело в том, что я, например, не считаю себя крупным или даже не крупным фантастикамином. Да, есть большой объем значительной фантастики, но не всей и не везде. Темы, которые я предлагаю обсудить. Первое. Технический прогресс меняет социально-политическое устройство. Или социально-политическое устройство меняет технический прогресс. Принимается или нафиг? Принимается. Принимается. Хорошо. Вторая тема. Сравнение силы воздействия фантастики с другими формами подачи. Как-то социально-экономические планы развития, научные доклады и работы, экспертные, аналитические записки, политические программы, классы 500 дней и прочее. То есть, условно говоря, художественное слово сильнее или, скажем так, цифра принимается или скучно? Кажется, что это вообще разное фантастика, как она не... Нет, она разное, что сравнить... Я хочу сравнить, мне просто вот интересно. Но если остальным это неинтересно, мы... Интересно? Расставь, расставь. Может быть, просто в процессе чуть-чуть переформировать. Но смысл-то тоже. Дальше. Реализовавшийся сценарий, примеры и судьба авторов и реализаторов. Пояснить или понятно? Пояснить. Пояснить. То есть, условно говоря, есть ли какие-то проекты, не менее чем государственного масштаба, которые были реализованы после того, как их автор этих, скажем так, проектов, там, не важно, император, колоколозец, какой-то очень внедьяк, который имел влияние на императора, Нистра, прочитал серию фантастических романов, решил, блин, какого черта я буду составлять социально-экономический план развития Византии на шестой век нашей эры. Лучше вот мы сделаем так. Попытался это сделать, к чему это привело, и какая суда постигла автора. Ну, вот вчерашний пример Кандрати. Кандрати. У меня есть Тиняна сразу, я только почитал. Оставляю, оставляю. Хорошо. Все, оставляю. Дальше. После беседы с дядей Славой ночью, когда мы были в замкнутом пространстве кухни, из которого я не мог убежать, у него другой был тяжелой предмет, я изменил пункт, теперь он называется многополярные и однополярные миры, кто побеждает. Так ты меня не убьешь? Ну, до вечера поживешь. А это нам точно надо? А? А это нам точно надо. А вы знаете, почему я его ставил? Дело в том, что вот сегодня только что начался первый международный научно-фантастический симпозиум, который организовала правительство Российской Федерации. А вот, как я соусом выяснил, куда превышены очень многие о чем существование, я не знал. И о связи с фантастикой, которую я совсем не прогреваю. И там, в общем, благополярность будущего подается просто непреложный факт. Я хотел вот посмотреть и фантастикой. Это, конечно, здорово, но, мне кажется, с предыдущими темами мы тут вот таймот не глядем. Да, ладно. Я, как раз, не ограничиться тем, что будет. Мы потом плавно перейдем в мой семинар про игры разделенного мира и можем эту тему там обсосать немножко. Хорошо. Так. Следующий пункт я сформулировал, наверное, так. Экспансия и интенсивное развитие. То есть, на что надо делать упор? Значит, сделать упор с фантастой. Мне вот эта тема очень важна, я свое мнение, естественно, тоже буду озвучивать в конце. Потому что и фантасты, и нынешние деятели, которые определяют стратегию родителей человечества, в этом вопросе в упор сходятся. Причем, даже если они, условно говоря, в одном социально-политическом или экономическом лагере, вот по этому вопросу полная противоречия. Так. Оштабляем или? Да. Ничего. Это, кстати, перекликается тем, что вчера был независимый. Да, возможно. Так. Ну и, наверное, последнее, просто как дань большому, огромному, фантастическому или фантастическому пласту, я уж не знаю как, империи фантастики. Как образец государственного, хороший или плохой, как идеал, к которому почему-то все стремятся, или как мировое зло, которое надо необходимо разрушить до основания за тем. То есть, вот, что фантастическому пластику? Мы выходим в период обзорда, оказывающих период фантастики. Да. Ну ладно. Так, кто-то хочет таки реактиву? Или этого нам хватит? 49 минут началось, очень сильно. Понял. Начинаем. Итак, первая фантастика от игнорирования до следования. Так, кто-то может вспомнить самых ранних фантастов? Я доведу. Я доведу. Двину 18-й. Двину 18-й. Двину 18-й. А, да. А вы тоже, да. А известный фантаст Гомер, который пытался на примере боево объяснить, почему его... Я не буду фантаст, а я не буду честный боевик. Египетские жрецы, которые очень неплохо писали фэнтези, оказавшие вполне себе влияние на фараонов. А вообще, что мы считаем фантастикой? Утопию включать? Да, фантастикой включать. Потому что, ну что такое утопия? По сути, это социально-фантастическое произведение. То есть, мы будем различать фантастику Сортиру, фантастику рассказ о приключениях, фантастику как... Как что-то, что действительно рассказывает, как кто-то действительно пущает. Если есть фантастическое допущение, это фантастика? А если нет фантастического допущения в момент рассказа, но мы сейчас воспринимаем это как фантастика, потому что точно знаем, что там вот этого быть не могло. Давайте так. Мы в данном случае будем считать фантастикой рассказ о чем-то, что будет в будущем, или о чем-то альтернативном. или о чем-то, скажем так, что могло бы быть где-то, там-то, когда-то. То есть мы отнюдь не сосредотачиваемся на научной фантастике, тем более в юнической. Да, это известно на аристотельное. То есть, вот, со мной стороны, мне очень хочется отнести фантастику Аристотеля и его, скажем так, политиру. Он оказал, скажем так, большое влияние на моего тезку, который, если верить, правда, тому же Аристотелю, именно его трудами вдохновился и пошел делать то, что он сделал. Ну, тем не менее, доказать это нельзя, поэтому давайте какие-то более близкие примеры. У кого есть на уровне, там, я не знаю, Миксон прочитал Азимова, вдохновился и... Кларк написал про ретрансляции спутников, конструкторы вдохновились и сделали ретрансляцию данных через спутники на геостационарных орбитах. А это наука. Наука это, да, что это, безусловно, факт, что на человека... Тебе просто салфики рисуют? У меня как государство реагирует. Тогда трекеры, собственно, Стартрек, который очень сильно оказал влияние на НАСА, то есть мы имеем в виду уже именно как... чтобы мы хотим это делать. Вот это вот очень многие работники НАСА, насколько я знаю, именно, чтобы мы посмотрели это, как в детстве у юноши сказали, мы это хотим. И начали вот в эту сторону работать. Это что? Что? Точнее, это что мы хотим? Стартрек. И, соответственно, что там показывают. И потом на этой... Это очень сильно вдохновило, собственно, НАСА на то, что там делалось. Исследование космоса. Да, исследование космоса, там какие-то... Вплоть до того, что там какие-то были гаджеты, типа сотовых, которые потом... А откуда потом тянулся дизайн, что вот такой вот мы видели, давайте его и сделаем, что он там неплохо сделает. Так, хорошо. Государственная космическая программа на основе космического сериала. Так, ладно. Принимается. Дальше. Ну, давайте так. Есть штука, которая кусается, ее пытается много чего запретить. Это продление жизни элитам, да. И, как бы, это вполне себе... То есть, ефремовская история про коробку живущих и долгоживущих, она реально сейчас пытается воплотиться в жизнь. Да, и трансгуманисты это даже не очень скрывают. Так. То есть, по сути... Ну, элиты живут 150, а просто люди живут 60. И как государство к этой проблеме относится? Очень позитивно поддерживает и тратит обуженной элиты. Да. Ну, смысл в том, что это, по сути, создание нового типа государства. Такой, как бы, суперпродвинутый олигархат. Ага. Это еще обогнуло. То есть, элита отличается не богатством, а возможностью... Так, кто-то там, Ротшильд помер, что ли, после шестой пересядки сердца? У Акунина? Нет, это как бы... В жизни. А, реальная жизнь. Реальная жизнь. Ага. Да. Но в возрасте 100 лет. И почему Киссинджер прожил 100 лет? 100 лет здравоумеет, резко зачеркнута памяти. Повезло. Да. Так. Вернемся в родной дне Советский Союз. Это не к тому, что он хороший, а просто я его лучше знаю. Великое кольцо Ефремова, оно как-то повлияло на что-то? Скорее всего, нет. Нет. Оно было слишком красивым для этого? И романтичным? Оно было слишком про коммунизм, который у нас в текущем интернетете... То есть, даже, собственно, мир полдня, который ближе к людям, он все равно повлиял на мужика. Историчный. Мир полдня... Вот просто, что это... Если его пытаются декоммунизировать, значит, он до сих пор остается... Актуальным. Актуальным. И если что-то еще пытаются делать, значит, он как-то еще на него действует. Нет, ну, самым большим и крутым фантастом в советскую эпоху был Никита Сергеевич Хрущев. То есть, 20 лет коммунизма, это нормальная тема, на самом деле. Нет, ну, это вопрос о прогнозе и моем любимом заблуждении, которое... Просто вот смотрите, как бы вы спрашиваете про применение, что фантастика повлияла на государственных лидеров. Значит, сам... Это реально не шутка. Хрущев был самым крутым мечтателем, при нем пихнули на Луну, и при нем реально строили коммунизм. Потому что он начитался советских авторов, коммунистических. Слушайте, там половина первой экстремии медалины вырастала на фантазии. То есть, без... 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 Беза стоит. Беза, скайлайн и... А вот, кстати, может сказать, авторы XI века, писавшие про... Собственно, как? Про гуманизм, про свободу, про прочие, которые могли повлиять на, собственно, революционеров. Были или... Революционеров в XIII веке? 19 века. А, XIX века? Да, соответственно, чтобы потом это... Я вот эту часть не знаю, но такое впечатление, что там что-то было. В смысле? Джек Лондон, «Железная беда» и «Промобом» и «Когда». Это конец 19-го века, да? Это конец 19-го века, и у нас, по-моему, была ткань 19-го века. Ткань 19-го века, которую можно или нельзя привезать к церкви. Вот это вот так. Вот не помню сейчас. Так, Ченнешевский, я не знаю, я представил Ченнешевску, у меня не создалась картина мира какой-то, Ченнешевский. Смотри, Верия. Она у него социальная в моменте, она создается. А вот то, что он там пишет про сны Веры Пауэвановны, получается, что это вот, а мы хотим вот так, но мы не знаем, что это такое. Мы, вот смотри, если искать источники гуманизма, вот этого, 18-го века там всех, это Томас Моржа со своей утопией, ну да, он как бы, он предтеча. Он оказал влияние на умы. Да, и как бы это переродилось в дальнейшем вот этих всяких гуманистов. Да. Так, ну если еще раньше, я бы, наверное, упомянул Свифта. Нет, Свифт был злой. Это что? Это сатирик. Злой, но злой. Хотя, конечно, по сказке больше можно не взять истории. А что вылезло из Свифта? А манисту, что ли? Манисту. А что? Из Свифта, в общем-то, вылезло, например, научное устройство современное. Как мне кажется. Вот современные мусы. Там чистая политика была. Да, это была политика. Лапу то. Вы считаете, вот современные... У меня есть подозрение, там очень сильная была сатира на королевское общество. Да, это подозрение, это правда. Нет, я просто не могу это доказать, поэтому решил подозрение. Да, я говорю, что это да, это так и есть. Ладно, моего любимого Свифта зарубили. Так и запишем. Ну да. То есть Свифт сатира на существующие, а не образ будущего нашего. Да, да, да. Он просто был трой. Толстый. Очень. Но не такой большой. Толстый. Толстый. Фотки мы... В первом виде, да. А это не любой портрет, по-моему, да. Так, ну, наверное, большое влияние, если мы говорим про конец 19-го, начало 20-го века, оказал Уэллс. То есть, если Жюль Верн, в основном, работал на литературу или на мир? И на мир. На мир, наверное, и на государственное устройство. Вот, я не знаю, вы читали его роман «Война в воздухе»? Да. Вот, по сути, у меня было четкое впечатление, что те, кто создавал Люфтваффе, они перечитали раз десять этот роман и постарались учесть ошибки. А это, кстати, роман повлиял? Или были тенденции, которые и роман удалил, и, соответственно, может быть, строители? Ну, в общем, это просто... То есть, корреляция их причин, если мы здесь... Ну, нет, в смысле, это не фахнет. То есть, мы имеем в виду третью причину. Но, поскольку все-таки Уэллс был раньше, чем создавались воздушные массовые какие-то силы, я бы считал... Какого года «Война в воздухе»? По-моему, до Первой мировой войны была. Можно посмотреть, Слав, ты там... Ну, если седьмой, тогда да, можно считать, что он повлиял. То есть, тогда авиация уже была, но, а, не массовая, б, это какие-то разведывательные вопросы, связь, но никак... Развивалась очень быстро и очень нестабильно в разных направлениях. Канаты делали уже в гражданскую войну с самолётом. Что у него там ещё фантастического? Ну, я пойду... Так, это же Уэллс, да, когда дети выросли гигантскими? Да, это... Пища богов. Пища богов, да? Да. Так, я не знаю, какое влияние оказало это и оказало ли... 907-й год. 907-й, да? Кто-то угадал по памяти. Ну, машина времени, к сожалению, по-моему, ни на кого не подействовала. А зря. Ну почему? Не знаю, с какой стороны подступить. Ну почему? Как некоторые идеальные устройства, когда есть Элой и Мороги, но Элой всё-таки пытается править её. Слишком схематично. Очень трудно выбрать сторону. А, на самом деле там... А власть всегда хочет чётко знать, где её место и что она хочет. Я сделаю её право. Так, ладно. Тогда предлагаю... Так, я закрою дверь? Закрою. Мне кажется, в нас уже пошло высасывание из пальцев. Может, кстати, чему будет? А тот же самый Гибсон не оказал? Это уже более позднее. Я понимаю, более позднее. А может, немножко... Я могу просто лему взять. С его кибериады и вперёд в киберметику усеять современное развитие. Но это наука, опять же. Да, это наука. Да, это наука. Своими дверьми носятся в воздухе. Да, да. Ну, как бы, деньги кончились, вместо хашки реализовывали. Здорово. Дополнение от этого вопроса. Оказал влияние. Здорово предсказал. Оказал влияние. Это очень близко, кстати говоря. Это близко. Вот мне сейчас интересуют вопросы, когда вот реально послужило, ну, своего рода учебником, швардалкой. Вот было ли это? Потому что... Кстати, этот вопрос не всегда отличим. Так, погоди. А мы этого не узнаем никогда. Учебник в качестве, да, как бы, вполне себе работающий, с работающими методами. Да. То есть, как бы, обитаем... Ну, как бы, и из предсказания будущего лучше всего сбылся обитаемый остров. Да, Рома Стругацкий. Какая мрачная картинка. Да. Так, а кто-то, ну, скажем так, из власть придержащих официально... Читал Стругацкий? Нет, официально объявлял, что вот такая-то книга послужила мне источником вдохновения и реформы, или там что-то. Ему скажут, что... Серьезный политик такую фигню читал, он сразу этим приятен. Я могу привести пример. Даже если читал. Который был... Но это не совсем фантастика. То есть... Вот я... Есть книжка «Россия. Самый последний шанс». Она была написана каким-то популярным новинтом. Вот как отрезал, как забыл фамилию. И вот, как бы, вот её реально прямо было видно, как её пытаются реализовать. Да. Ну, потом в какой-то момент забросили, а автор выгодили. Так это... Мы забыли самую главную книгу Советского Союза, которая, если вдруг, реализовалась. «Капитал». «Изнайка на Луне». А? «Изнайка на Луне». Реализовались же прямо по картинкам народу. Нет, это предсказание. Да. Это не предсказание. Это учи её книгу. Да. Потом «Изнайка на Луне». Как мы будем действовать? Как выживать будем? О! Вот первый момент, вот второй момент. Потом можно это попробовать. Вот всё. Это всё-таки не в власти. Это, скорее, возможно, да, учебник по выживанию. Книжки Шпанова, которые прямо военностатом не сдавались перед Великой Отечественной войной. Про будущую войну. Ну, что-то. Там, скорее, уже идёт. Да, да, да. Моника. Ой, ну чё, идёт. Так, вот, я знаю пример, значит, который неодавно официально признан. Значит, Советский Союз был разрушен фильмом «Интердевочка». Это конкретный пример, когда власти мужчин говорят о том, как искусство оказало влияние на действительность. Да, да, да. По официальности. По официальности. По официальности. По официальности. Кто там, писатель Фантастодоровский, да, или я не помню? Так, ладно, давайте действительно вернём ситуацию и посмотрим, был ли и есть у нас сейчас соцзаказ или какие-то действия со стороны государства по отношению к фантастики. Но вот сейчас у меня глубокая уверенность, что такой, по крайней мере, в нашей стране соцзаказ существует, и некоторые незнакомые авторы, в общем, говорят это прямо. И даже вот сейчас наша контора работает по продвижению заявок на компьютерные или настольные игры, и совершенно чётко прослеживается тренд. То есть своя заявка выиграет, если она соответствует тому-то тому-то. Да? А спасает свободу творчества только одно. У нас никогда не умели писать ТЗ на соцзаказы. Ну и вообще не особо не писать. Нет, вот, кстати, опять же, возвращаясь к программе этого форума, я вообще хотел сделать отдельное мероприятие, но мне Слава сказал, что всё-таки уже занято. Анализ программы Первого международного научно-фантастического форума как, в общем, трансляция идеологии на общество. Ну, ладно, это я не буду сейчас здесь. Получится плохо, потому что ничто по соцзаказу, ну, 99% хорошо это получилось. Я говорю, не умею писать те. Нет, но тот же Евремов, это очень даже соцзаказ. Он как бы... Вот это прям... То есть вот из того, что ты говоришь, вот я могу назвать два примера. Во-первых, это... Ну, в Советском Союзе такой соцзаказ 100% существовал, прям гарантированно. Это типа «Час БК» ты имеешь в виду, да? Ну, в принципе, вот эта вся эта трилогия «Тумана Синдромеды», «Час БК», видите, я не помню. То есть вот Тайс Афинскую он, скорее всего, писал как бы от бедра, вот. А вот как раз вот этот вот его «Космический коммунизм» — это вот прям 100% из этой оперы. То есть вполне возможно... Нет, совершенно не обязательно, что он из себя это вытуживал. То есть он, скорее всего, искренне верил в эту хрень. Но существование соцзаказа это не отменяет. Это вот первое, что я хочу рассказать. А второе — это «Дети против волшебников». Они вот 100% написаны по соцзаказу. Ну, во-первых, потому что это редкостное говно. Во-вторых, потому что там четко прослеживается сюжетная линия, что мы хорошие, они плохие, ужасные капиталисты, у нас вот скрепы и все дела. Я бы просто еще попробовал разделить соцзаказ, то есть социальный заказ, который заказывает социал, и госзаказ. Хорошо, в данном случае уточним. Потому что очень много фантастов по соцзаказу пишет, и это все продается. Я имею в виду, как сказать, госзаказ. Потому что соцзаказ заказывает. Справеднее утверждение мы будем рассмотреть госзаказ. Вот, да. Потому что, в общем-то, очень многие фантасты чуяли, что понравится читателю и писали… Понравится заказчику. Заказчик государства, а не читатель. Поэтому… Ну, возможно, мне нравится. Понравится государство государство. Да, скажу заказчику. Заказчику нравится, все хорошо, деньги отбиты, все хорошо. Дальше не важно, что происходит. У меня есть пример. Да, как бы, последний фильм «Сто лет тому вперед», видимо, сделан по госзаказу. Потому что там изложен реалистичный сценарий спасения России. Прилетят инопланетяне и все сделают. Я еще из-за подтяжения этого всего как-то вообще… Вот, собственно, свифт твой любимый. Так. Ну, какой-то там тоже был заказ, лучше ребенок был. Не-не, там был заказ ирландских этих баллов. Нет, в чем дело, суд заказов мы предугадать можем. А госзаказ, скорее всего, мы не знаем. Если бумажку найдем. Да. Вряд ли оно где-то прописано. Ну, может абсолютно не так зайти. А нет, не в России и не в Советском Союзе у нас есть где-то госзаказы? То есть вот та же задача трех тел. Это заказ компакт или не заказ? Нет, уже нет. Но, скорее всего, нашел заказ. Так. Ну, в общем-то, после того, как я увидел, что его фамилия пропала с этого симпозиума, я подумал, что, наверное, это не госзаказ. Хорошо. Ну, давай так. Если у тебя консультант связи на службе и капитальный. Сейчас. Про госзаказ, госзаказ. Известный фильм «Топ Ган» с Томом Крузом. Первый, первый «Топ Ган». Это официальный госзаказ от ВВС США. Был сделан в то время, когда у них был большой провал в набор новобранцев в училище. Это был официальный госзаказ. И в начале в титрах это написано, если кто-то вот прям не это самое. Значит, что было сделано? В ВВС профинансировали фильм. Значит, побольше тщательно профинансировали фильм. После фильма, во-первых, они отбили все деньги, которые финансировали. А во-вторых, значит, конкурс на летном училище, по-моему, возрос в три раза. То есть сработало в обе стороны. И самолеты кидали. Да, да, да. Да. И, значит, и ВВС. Ну, это уже как бы отдельная история. Они, значит, все сцены с самолетами, кроме взрывов и крушений, снимались настоящими самолетами. Потому что ВВС сказал, что было все достоверно. А, ну так у нас куча много заказов. Потому что у нас есть всевозможные, скажем так, фильмы про разведчиков, которые консультанты, прям хорошие люди из КГБ и так далее. Просто тут вопрос о качестве заказчика и качестве исполнителя. У нас довольно много хороших фильмов, которые... Ну, там... Ну, там с кахачкой, это разведчик, а вот тут конкретная задача... Вот решили... 17 на 10. Да, пожалуйста. И если мы так неизменять, к descentы так далее. Ладно. Вернемся. Так, Перелехис, запиши, на самом деле, нормальная формулировка прямо в титрах по заказу гостелерадио. Вот как множество фильмов сделано по государственному заказу в Советском Союзе. По заказу гостелерадио? Это я вот не вспомнил, хотя сто раз видел. А гостелерадио что-то заказывало, кроме проката? Оно заказывало фильмы, то есть прямо в титрах написано. Нет, я понимаю. Вы представляете, если делал это связь? Ну да, у него были практические задачи, допустим, то есть если заказывает Министерство обороны, нам нужно, чтобы люди меньше уклонялись от армии. Если заказывает... А по другому, другую формулировку. Ну нет, я... По формулировку другая была совершенно. Я понимаю, что формулировка была, да, я проверяю. Я это записал, потом мы это легко проверить, запомнили. Так, я тут вспомнил замечательный тезис, который вот я не озвучил вначале. О слезе ребенка. Если раньше подавляющее большинство авторов и фантастики, и фэнтези, вообще литературы, в общем, поддержали, что да, слеза ребенка превалирует, то у меня есть впечатление, что сейчас цель оправдывает средства, она возобладала, ну, по крайней мере, в российской фантастике и в киберпанке, например. Я прав или нет, потому что киберпанк, я фантастику знаю очень поверхностно. На самом деле уже отходит в прошлое. Примерно где-то, начиная с Парсианина, возвращается социальная структура, когда пусть там один человек, но мы его спасем. А до этого, по крайней мере, большинство фильмов были ориентированы, ну, он согласен с собой пожертвовать, все, побежали дальше, спасаем меня. Я бы сказал, что в основе киберпанка лежит главный вопрос, что такое человек вообще, где у него какие границы и тому подобное. То есть слеза ребенка просто не в фокусе, она может быть, рассматриваться, а может и не рассматриваться. Там вопрос, что такое ребенок, что такое человек в этом смысле. Когда он им перестает быть, когда он начинает быть, а слеза как бы уже на второй план. И по-разному может рассматривать. Давайте я двину на эту тему маленький тезис, я собирался его вечером рассказать. Но разошла речь, короче говоря, вся вот эта история, со множеством полов, значит, которые европейские, значит, с вопросом о том, что такое человек на самом деле есть, под этим есть некий социальный заказ. Поскольку рождаемость упала, то возможно, как бы человечеству придется прибегнуть к выращиванию людей как бы в пробегах. Соответственно, нельзя отказаться от искушения и переделать этих людей, то есть модифицировать их геном, чтобы они перестали быть немножко людьми. И поэтому вот то, что сейчас происходит, это на самом деле идеологическая подготовка, что человек это не только вот то, что у нас в этой форме. Что другая форма, носители, биологические носители разума, это тоже люди, хотя и на нас не похожи. Это версия, да. И вот как бы она вот такая фантастическая. Кстати, вот есть проблема гуманизма в современной космической фантастики. То есть у нас есть шуинизм, когда мы не любим чужих, у нас есть расизм, когда мы не любим соседнюю расу, и у нас есть гуманизм, когда мы говорим, что разумные только люди. И вообще, не Вселенная почему-то всегда человек. Это что за гуманизм такое? Это даже чисто из самого слова, это когда гуманоид. Ну да. Гуманоид не обязательно человек. Ну не суть. Мы все равно, почему мы считаем, что человек с тремя конечностями и восемью глазами, то есть если хуже, чем человек... И ребенок вытирает слезу щупальцем? Да. Это связать или нет? Так, этот вопрос в фантастике уже обсужден. Гуманизм это половое извращение эльфов. Это же Эдем, Эдем, Левма. Вот там ровно такая катастрофа на планете. Так, ладно. Сбежим к любимой многополярности и однополярности. Я не про за и против. У меня впечатление, что большинство произведений фантастики, отечественной, зарубежной, они рисуют однополярные миры устойчивыми, более устойчивыми, чем многополярные. Правильно это или нет? Нет. Так, да, нет. Нет, рисуют. То есть я бы... Да, рисую, чем не надо. Ну, условно говоря, у того же Селдона, а вот империя, у Селдона Азимова, извиняюсь, да, в мирах оснований империя существует долго, да? Потом она разрушается, начинается многополярность. Там в тех же «Звездных войнах» галактическая империя, как ни странно, показана во многом привлекательнее, чем то, что показано особенно в поисковых фильмах. Да? Да, ну это то, что вчера очень, там, метко-кожарином заметил. Так. Большие сообщества, когда много людей, много там, правда, очень хорошо по этим самым поддаются методам анализу термодинамики просто. Если у нас система, в которой система относительно проста, то есть там однополярный мир, одна единственная империя, она подвержена флактуациям, которые могут разрушить. Флактуации там будут большие и сильные. Если у нас система многополярной генетропии больше, то флактуации там намного меньше, она будет намного стабильнее. Он приводил пример, собственно говоря, Штаба. Я целиком согласен с этой точки зрения, как с точки зрения научной, вот, то есть что, да, многополярное сообщество целоустойчивее. Тут есть всегда литературный соблазн показать империю, потому что империя, ее показать сильно проще литературно, чем многополярный мир. На мой взгляд. Фантастики вообще. И полярности. Главный герой. Вся суть в главном герое. Поскольку у тебя в произведении есть главный герой, ты как бы ты с ним ассоциируешь империю, причем сам те ощущения бывают с двух сторон. Либо он ее возглавляет, либо он ее уничтожает. Все равно есть одна империя. Все, вот это интересный тезис. То есть... Любой читатель, да, сейчас вот... Народ, подождите, мне пришла полумысль. Я хочу записать себе мнение. То есть, по сути, однополярность фантастики вызвана утилитарными причинами. А, гораздо проще описывать одно общество, пусть и там огромно разветвленное, да, но однотипное. Или, вот как сказано, герою проще сражаться с огромным, но одноголовым монстром одного типа, да, чем... Или везти его в Мейк Вархаммер Грэй Тегрэй. Вот. Слушайте, приходно. Я не знаю, вторую причину. Да. А в Голомбе сидит мифологем Римской империи, которая была в лакасты, но злой, и это держалось все средневековое. Ну, кстати, да, вот это очень долго и до сих пор существующая такая... Да, как бы, теория, о чем еще может быть, и Римская империя в планете была не единственная, но видела она только себя вокруг, были порядочные. Ну, Китайская империя тоже видела только себя. Да. Но она далеко. Ну, что-то уже делось, и не обижался, и постоянно воевал, да. Да, но это не помогало. Так, хорошо. Как мы быстро разобрались с этаполярностью и многополярностью. Так, я только один вопрос еще задам, уточняющий. Вот, скажем так, с точки зрения фантастики, те герои романов, фильмов, которые декларируют стремление к многополярности, обычно мечтают об однополярности. Вот почти все романы, примерно, вот так звучат и фильмы. В реальном мире это соответствует или нет? Давайте убьем всех плохих и останемся одни. И я вам скажу, кто хороший. В реальном мире единицы вообще, как бы, понимают, что вот здесь ему надо уйти, и тогда будет как он мечтал, а не как он хочет сейчас. То есть, когда у нас были отрекшиеся императоры, сажающие капусту, потому что я уже все сделал. Ага. Полностью аналогии, однополярный мир построек, если мы посмотрим на экономику целиком, она будет выигрывать, и снаружи посмотрим на экономику, будет выигрывать, если там будет внутри конкуренция многих лет. Так, то есть, тогда можно сформулировать так, каждый субъект стремится к однополярному, но масса субъектов создает многополярность. То есть, вопрос в правилах игры. Правила игры, конкуренция. Вспомню, нехороший сразу, даже не буду говорить откуда, чтобы все было по закону, и я с комом мог порешать. То есть, мечта о многополярности какая-то. Так, масса. Ты все пишешь? Нет, я пишу, но у меня есть что сказать. Давай. Значит, смотрите, на самом деле, есть обратная работа, можно по существующей фантастике просмотреть соцзаказ общественный. То есть, вот, как бы, советская фантастика, это, там, реально красивый светлый коммунизм, фантастика времен перестройки, масса вот такая, которую, там, читаешь в туалете или в метро, да, это фантастика распада. Когда весь мир развалился, социальных структур нету, и, там, каждый за себя выживает, выживальщина. Потом, как бы, ей на смену пришел, там, герой, который спасает мир. Вот это, вот, было просто море, то есть, как, причем, ну, вот, в российской фантастике это было очень видно, там, Пушковщина всякая, там, всякие свароги и прочее. Значит, и вот я сейчас, кстати, не вижу в современной фантастики, чтобы писали про империи. То есть, вот, как раз киберпанк, когда у тебя есть анклавы цивилизованные и, как бы, кустоши, и места дикие, в которых живут, там, толку народу, на не очень понятных основаниях, да, оно похоже на будущее. А вот, чтобы получилось, там, Светлая Империя впереди, я чуть не помню. Ладно, тут я тебя категорически возражу, потому что сейчас основной тренд – это попаданцы, а попаданцы всегда стоят империи. Ну, попаданцы – это место из сегодняшнего дня в прошлое, когда прошлое интереснее и веселее, чем будущее. Пападанцы – это мечта о светлом прошлом. Ну, там. Я взял в окно вообще, то есть попасть куда-нибудь, не сюда. А вот, что сейчас, то есть я слышал термин «баян», «баяраним» и прочее, но это, что это такое, я правда не знаю. Это просто модное название, на самом деле, этот, это, короче, грубо говоря, логотип, который вешают, чтобы привлечь читателей, за ним нет ничего. Я читаю очень много книжечек. То есть там нет такой-то общей книжек? Нет. Спасибо. А, единственное, то есть единственное, как правило, это вешают, когда герой собирает гарем. По факту вот это попаданец, собирающий гарем. То есть это, по-моему, ближе к «Иниме» уже. Так, а вы это знаете «баяраниме»? Это «баяраниме», но так это называется. А, это называется «баяраниме». То есть народу хорошо, а хочет только бабок вокруг, да. Про попаданцев, я бы сказал, мое мнение такое, что это попытка исправить ужасное настоящее, попытка заслав в прошлое попаданца. То есть у тебя нет ни будущего, ничего, то есть ты пытаешься исправить то, что есть сейчас. Да. Ну, все так, но, Слав, у тебя все равно попаданец, так или иначе, он строит империю практически всегда. То есть другое дело, что он чаще всего переделывает какую-то нехорошую империю прошлого, так, чтобы получилась замечательная империя настоящего. Но он все равно занимается вот этим, вот, вертикализацией, строительством, там, типа, «я из Роиду, калашников, пораньше, и мы всех завоюем». И получится империя. Нет, ну, не обязательно надо. Так, то есть попаданцы, заднополярность? Да. Не всегда, у Панхеева, например, надо ли заднополярность. У Панхеева попаданство, оно там очень сбоку. Да, будто еще есть. Да. Отлично, запиши вот это вот. Интересно, это есть. Записываю. Угу. Так, дальше. У нас осталось 15 минут, поэтому я перейду к моему любимому, к экспансии и интенсивному развитию. Вот, вы знаете, у меня был совершенно замечательный случай. Лет пять назад один эуфимский мастер стал вести такую долгую водилку, там, несколько десятков сессий, по светлячку. Он перед началом игры спросил, кто смотрел. Ну, так получилось, что никто на тот момент не смотрел. На четвертую сессию он ко мне подходит и говорит, слушай, Берик, ты не обманул? Я никому не скажу. Ты точно не смотрел? Тебе, нет, не смотрел. А дело в том, что у меня бзик, я практически не смотрю сериал. Мой первый сериал, по-моему, был «Прекрас-пристолка», который я посмотрел. Вообще-то все сбежи. Но если не считать там сериалом «Вечный золоток» советского периода, а эти 17-ые, не знаю. Оказалось, что мои фразы в игре, вот тот, что я потом специально посмотрел, кстати, теперь это мой любимый сериал «Святлечок», ну, американский, а не турецкий. Я реально произносил те фразы, которые произносит в фильме актер. Ладно, так вот, я о чем? Смотрите, я раз в жизни позволю выдвинуть тезис, да, а не как бы обсуждать. Вот есть интенсивное развитие, есть экстенсивное развитие. А по сути, интенсивное развитие – это тактика. То есть это то, что… Сейчас, я закончу тезис, я не говорю, что я прав, но почему-то мне это пришло в голову. Что такое интенсивное развитие? Это то, что позволяет тебе, как тебе кажется, бороться с внешними угрозами. Экстенсивное развитие – это когда ты сам внешнюю угроза, как по отношению к тому, что снаружи, так и по отношению, и даже главное, по отношению к тому, что осталось внутри. Вот. Но… Как сказать логическое? Может быть. Вот фильм «Светлячок» по сути – это гимн Альянсу и тоска по проигравшему фронтилу. Вот, как мне кажется. В реальности, как ни странно, фронтил глобально побеждает. Просто за счет того, что… Вот вчера очень осуждали Губелева, что он нифига не научный. Но, вот я не могу не использовать термин «пассионарность». Самые пассионарные ребята и девчата, они куда-то идут, даже не за лучшими. Что вы понимаете под фронтиром тогда? Под фронтиром я понимаю какие-то неизведанные территории, где… А границу в объекту цивилизации эти территории? Нет, скорее не границу, потому что эта граница, она устанавливается уже сильно потом. То есть бесконечное расширение? Да, бесконечное расширение, совершенно верно, хороший термин. То есть фронтир – это, с моей точки зрения, цивилизация непрерывно должна расширять свой фронтир. И, по сути, это и явится условием той многополярности, когда система будет все время непрерывно становиться более гибкой и более устойчивой к каким-то внешним раздействиям. Игорь, вообще ты сейчас очень-очень странно говоришь, потому что это как раз имперский стиль, что империя беспрерывно расширяется, и в моменте, когда она перестает расширяться, она дохнет. Нет, в чем разница между расширением империи и расширением фронтирного логистика? И мы получаем код. Мы получаем совсем другие вызовы, и ты там основываешь что-то, что не напоминает твою материнскую, скажем так, это, да? Можно понимать расширение не только в геометрическом виде, а еще, например, в экономическом. Когда ты организовал свою собственную сферу, там, нишу в экономике, свой собственный рынок, и на нем расширяешься. Ну, может… Тоже экспансия, она может быть не связана с захватом чужих территорий, с территорией вообще. Может быть, да, может быть, тогда и научная экспансия. Научная, это самая художественная экспансия, культурная экспансия. Одна из неиболее серьезных, влиятельных таких вот экспансий нашего времени – это южнокорейская экспансия в Африку. Южнокорейская культура, а не моя культура, музыкальная, и так далее, в Африку. То, что у нас пытаются, как бы, играть с понятием «мягкая сила», так вот, ну, кто-то играет с понятием, кто-то уже давно это все сделает, да? Вот, но никаких, как бы, форм, которые присущи южнокорейской политике, экономике и так далее, в Африке не возникает при этом. Ну, да. То есть, ни на деньги идут, ты представляешь? Может быть. Так, значит, уражение два. А, первое, я услышал, это то, что фронтир, тебя помню, да, что фронтир – это, по сути, и есть распространение империи. Так, еще кто-то что-то тоже возразил? Три неклассических определения подряд, поэтому я сразу, ладно. Потому что не надо только в геометрическом варианте это воспринимать. Понятно. То есть экспансию не будем воспринимать как географию, да? Не только в плоскости, но и в объеме. Да, 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 да. Так, да, да, полслова буквально. Ты понимаешь, вот что, значит, появляются некие новые феномены, которые не похожи на, так сказать, матку, да? То есть у нас не колония, метрополия якобы фронтир, а что-то новое. Но, тем не менее, вот все, что у них такое в голову, и босфорские державы по отношению к, так сказать, эллинской культуре классической, и Америка по отношению к Британии и все такое, они в ключевых чертах, в принципе, это можно спорить, но воспроизводят и экономически, и культурно, и религиозно. Они воспринимают матку, митрополию, не воспринимают, а в смысле, так сказать, репродуцируют. Репродуцируют совершенно верно. И поэтому здесь нужно говорить о каких-то, видимо, разделяясь, какие-то ключевые основания, так сказать, культурные, политические и так далее. Сущность, ну, не хорошее слово, цивилизация, но, так сказать, некий цивилизационный, и вторичные, которые зависят действительно какой-то эллинистические государства от местных реалий, там, ну, вот это все, культурно, значит, климата, культуры. Ну, мне кажется, тут можно вот вспомнить, что вчера Кожек нам говорил, помните, первое поколение деревни в городе, второе поколение, третье. То есть, условно говоря, на каком-то этапе вот этот вот фронтир, он перерождается в нечто отличное все-таки. Не знаю, ну, вот на сколько это было, 800 лет, США, примерно, сейчас попробую, да? Ну, слушайте, помимо отширения империи, это конкретное бегство еще. Тоже есть такое, бегство от чего-то и незачем-то. Бегство, это высылка неугодных, да, это вот три варианта, то есть ты тогда не экспортируешь империю, да, а как бы избавляешься от балласты, или там кто-то просто бежит, то есть варианта три. Так, ну, скажем так, я готов привести варианты фантастики, в реальной жизни тут будет большая дискуссия. Ну, это же, ну, давай хотя бы фантастика. В фантастики, ну, ради бога, давайте вот вспомним, например, серию про чародеев, по-моему, Сташев. С гитарой? А? Нет, чародей к ниволю, к этому. Крестак, привет, старший. Да, я не помню, с гитары или нет, с гитарой, там вот чародей такой, чародей пофищенный, чародей какой-то там еще. По сути, классический вариант нахождения идеального для себя мира нашли, стали строить, но ряд факторов сильно и изменили. То есть это не средневековый федализм, за которым они ехали. Причем они ехали как раз с целью реконструкции определенного этапа развития матки, а построили не то в результате. И получилось не то. Не важно, хуже, лучше, но просто не то. То же самое, вот заметьте, распалась у Азимова империя. Один кусок от другого отличался уразительно просто. От технократии до монархии. В реальном мире мне сложно говорить, тут сидит куча историков, они меня начнут клевать. Печень у меня одна. Ты скажи что-нибудь, потому что я хотя бы что-то опорно. Ну хорошо, Австралия. Вот классический образец высылки, по-моему Слава сказал, по сути каторжники. Сказать, что Австралия повторяет Великобританию, ну по-моему очень сложно. Частично все страны повторяют друг друга, но Австралия, ну скажем так, в той же степени, что и Голландия повторяет. По каким критериям сравниваем, правда ли? Вот я сейчас боюсь упасть в технологию, ведь у меня рукательное слово, поэтому просто вот я хочу зафиксировать тезис, что отличия такие же, как одной страны, от другой. Нет, не методология, а терминология. Терминология это нутная тема, а вот терминология должна быть единая у всех примерная. Так, у нас осталось 3 минуты. Паника, паника, чему мы посвящаем эти 3 минуты? Панике. Панике. Давайте панике. Панике. И суп из топора гораздо лучше, чем шизофрения. Я надеюсь, вы не обиделись за то, что каждый кинул кто кусочек сала, кто немного крупы и так далее. Потому что вот теперь я чувствую, что из этого я могу сделать какую-то лекцию, где уже смогу спорить по методологии, терминологии и так далее. Саш, приезжай на волк. А? Приезжай на волк или комфон. Да, приезжай на волк. Вторая серия. Да. Ой. Я подумаю над этим. Последний пункт – поехать за волк. Да, и зубы, то быстрее сделать. В смысле, до комфонта дальше. Хотя бы там тоже классно. У нас самолет отменили в Нижненоку, все отключены. Так, ну и подытоживая. Один вопрос, который я не подымал. Можно ли сказать, что сейчас фантастика больше влияет на развитие, ну, чем, например, от балды в 70-х годах 20-го века? Да, потому что ее тупо больше. Или нет? Скорее, категорически нет. А дата категорически нет, где подло. Ну, друзья, смотрите, полслова буквально. Что такое была фантастика в 60-е и 70-е годы? Это обозначение зон ближайшего развития. 50-е, 60-е, да, там, условно говоря, до Стругацких и Брэнбери. А потом обозначение проблем, с которыми мы столкнемся в ходе этого развития. Сейчас и то, и другое практически исчерпано. Мало что принципиально нового появилось, если говорить о нашей реальности. Поэтому мы начали говорить о глянских других. Это здорово, но на нашу жизнь влияет только в смысле психотерапии. Но это тезис. Так, это сразу я запишу. То есть я правильно стомпулирую? Фантастика кончилась, спасение только за психотерапию. Так, фантастика кончилась, началась фэнтези. Так фэнтези или психотерапия? Нет. Такой тоже. Да? Унижаешься проблемы, говорится, еще и в других местах, и в других, соответственно, источниках, которые тоже влияют на тому фантастики. Так, запиши, пожалуйста, про слепоту к будущему. Я попробую вечером об этом поговорить. Кстати, мы придемляемся в киберпанках жанра. Кстати говоря, о которой фактически видоизмененная фантастика, мне кажется, есть и влияет на предсказание. Так, Слав, еще раз повторюсь. Слепота к будущему. Слепота к будущему. Так, ой, так не хочется на фразе «слепота к будущему» заканчивать на пессимистической ноте, потому что у меня через час очень пессимистическая на этот раз лекция. Да, напиши «будущее», «светло» и «прекрасно». Можно добавить, я не знаю, существенное или нет, в принципе, но банальность, что все, что мы читаем, все, что мы читаем, ну как, не только мы, вот это в конце концов, вот эти вот интересные образы, не бывшие раньше, они переводятся в реальность, сконструируются, в конце концов упрощаются. То есть фантастика-то, ну все согласны, проектируют жизнь? Согласны. Вот, как проектируют? Сейчас проектируют. Вот, то есть, вот насколько, какой жанр популярен, видимо, вот оно и немножко это указывает, то есть, что проектируется, в конце концов. Мы это, то есть, перефразируем очень опоротко. Ну да, общество слишком. Мы это то, что мы читаем, но поскольку нынешние дети не читают, слепота к будущему. Они то, что они смотрят, не надо, что, а раз они не читают, они к другим каналам, все равно фильм это тоже текст. То, что мы играем? Да, играем тоже, да. То, что в дополнение, влияние форум фантастики, раньше сильнее влияли книги, сейчас менее сильно влияли книги, сейчас более сильно будут влиять фильмы, ну по очевидным причинам. Фильмы или игры? Фильмы и игры, но фильмов и игр будет всегда меньше, чем книг, просто по количеству. Не может быть столько, не факт. Ну, нет, книги, книги, книги больше будет. Сейчас, смотрите, и это...